Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины, а сейчас мы прочитаем мою не колонку и не эссе. Настоящий репортаж или очерк 2006 года. Итак, мы хотели стать первопроходцами. Мы собирались открыть новый вид экстремального туризма. Ведь что может быть интереснее, чем сплав по Москве реке в черте города между каменными набережными на обычной резиновой лодке? Знающие люди говорили нам, что это незаконно и небезопасно. Штраф за греблю на лодке по судоходной реке между девятым и десятым шлюзами составляет от пяти до десяти мрот, заявлял нам начальник инспекции по маломерным судам Москвы Бронислав Филиппович Морозов. Девятый шлюз расположен сразу за Строгино, а десятый в районе Коломенского, то есть между ними мы и собирались проплыть. Если лодка водоизмещением больше 225 килограмм, то ее надо регистрировать. Без регистрации могут и конфисковать, вторил ему пресс-секретарь того же ведомства Алексей Арнаутов. Это было очень актуально, потому что редакция купила нам огромную трехметровую лодку водоизмещением примерно с полтонны. Там же баржи, катера, речные трамвайчики, говорили просто умные и знающие морское дело люди, засосет еще под винты, или речная милиция вас повинтит, одно из двух. Мы кивали. А про себя думали, конечно, о мать и оси Русти. И еще о том, что через год после нашего заплыва, по просьбе миллионов горожан, городские власти разрешат плавать по Москве реке всем, кому не лень, и река заживет новой, бурной и веселой жизнью. Какой должна жить река в таком городе, как Москва? Я вспомнил все эти предостережения, когда мы с фотографом Арменом Асратяном ехали по ночной Москве к месту старта. Стало немного не по себе. Сдутая лодка ждала своего часа в багажнике. Рядом на сиденье лежали только ярко-красные спасательные жилеты. На них теперь была вся надежда. Что спасут нас, когда перевернемся. Что отвадят от нас баржи с их острыми винтами. И помогут избежать милиции, которая, дай бог, примет нас за каких-нибудь осмотрщиков мостов. Мы высадились из такси прямо у Карамышевского моста, сразу за шлюзом номер 9. Именно отсюда начинается настоящая городская Москва-река. На Карамышевской набережной, которая на самом деле никакая не набережная, а просто улица, стоит потрепанный билборд. На нем написано, что природа Москвы богата и разнообразна, и среди ее представителей есть даже Заяц-Русак. Однако склон, на котором мы надували лодку, был богат только осколками битых бутылок. Так что пришлось серьезно почистить территорию. Наконец мы закончили орудовать насосом, свинтили весла, спустили лодку на воду. И вот он первый шаг. Когда одна нога уже оторвалась от твердого берега, вторая только-только ступила на резиновое дно, уходящее из-под нее. Все, мы плывем. На реке ощущение города исчезает сразу. На правом берегу за деревьями видны блочные дома, Филевский бульвар, но из-за деревьев они смотрятся нежилыми, тем более, что под деревьями, корни которых свисают прямо над водой, гнездятся местные утки со своими утятами. Птенцы позволяют нам подплывать практически вплотную. Видимо, местные жители не сильно им докучают. Нам, местные жители, впрочем, тоже не враги. Единственный встретившийся нам абориген, мужчина лет 60 в тренировочных брюках, пиджаке и с удочкой, поздоровавшись, перечислил все существующие близ его берега отмели и пожелал счастливого пути. Отмели, впрочем, были видны и без лоцмана. Вода в этих местах вполне прозрачная и чиста, хотя дна преимущественно не видно. Первым грибу я. Наверное, правая рука сильнее левой, поэтому корму постоянно заносит, и время от времени приходится правой рукой раз или два табанить, то есть грести в обратную сторону. А если не табанить, лодка крутится на месте. Так мы и крутились. И по сторонам смотреть интересно. Восход все-таки, солнце пробивается сквозь деревья. И просто успокаивающе действует вращение, как на детской карусели. Покрутились минут 40. Поменялись местами. Фотограф Армен сел на весла, я на пассажирское место. Чтобы не перевернуть лодку, пересаживаемся не стоя, а на четвереньках и совершенно синхронно. Раз, два, три. Лодку при этом качает так, что лучше бы пересаживались стоя. По левому борту деревья заканчиваются внезапно. Здесь, если верить карте, начинается третий силикатный проезд, который огибает силикатный завод. Сам завод, впрочем, с реки не видно. На берегу стоят только два, в меру ржавых, портовых крана германской марки «Токраф». После силикатного завода снова начинаются деревья. За ними, на первый взгляд, никакой жизни нет. Именно поэтому мы решили прищалить здесь. Уж очень хотелось в туалет. Тем более, что и берег в этих местах пологий. На берегу ощущение города возвращается так же моментально, как исчезает на воде. Оказывается, за деревьями проходит оживленная по местным меркам автомагистраль – Шелепихинская набережная с пятиэтажными кирпичными домами и магазином автозапчасти. По набережной гуляют местные жители с собаками. Собаки приветствуют лодку лаем. Шелепихинскую набережную разделяет на две половины Шелепихинский же мост, соединяющий район Ермаковой рощи с филями. По мосту ходят автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Их пассажирам не видно того, что видно нам с реки из-под моста. А из-под моста видно, что мост откровенно дыряв и разрушается. Однако стоит отдать должное муниципальным службам. Уже в восьмом часу утра в воскресенье по мосту ходят строительные рабочие в оранжевых комбинезонах. Они заделывают дыры на мосту, ругаются матом и смеются над проходящей под мостом нашей резиновой лодкой. Судя по заразительности их смеха, резиновая лодка проходит под Шелепихинским мостом впервые. Дальше еще один мост, на этот раз железнодорожный. Он оборудован видеокамерами наблюдения, окружен с берега забором с колючей проволокой и табличками «Проход запрещен. Запретная зона», то есть «Проплыв разрешен», резонно замечает фотограф Армен. Запретность зоны обеспечивают сторожевые собаки и три сотрудника охраны, дежурищие на сторожевой вышке. Помахали охране руками и в камеру тоже помахали. Вдруг у охранников зрение плохое. После Филевского моста следует мост третьего транспортного кольца. А сразу за ним река становится уже совсем страшной, то есть с двух сторон запаянная в каменные набережные. Здесь уже просто так не причалишь. На левом берегу строящаяся Москва-Сити. На правом, который высотой метров 10, набережная Тараса-Шевченко. Здесь 7- и 9-этажные кирпичные сталинские дома. Среди жилых домов первый небоскреб Сити – башня 2000, соединенная с кварталом строящих небоскребов на левом берегу мостом Багратион. За Багратионом начинается Краснопресенская набережная, левый берег. Ее привычный облик – экспоцентр и центр международной торговли с гостиницей Международная нарушен прифортованными теплоходами «Барин» – в нем, кстати, находится известный свингерский клуб – Дмитрий Донской и Амели. У Амели дикая желто-синяя окраска бортов. Через иллюминатор видно, как на ней раздетый по пояс мужчина моет средством фейри раковину умывальника. Правый берег – все та же набережная Шевченко. Местные жители в этот час совершают утренние пробежки и, судя по количеству бегающих, с физкультурой на этой набережной все в порядке. Пробегающие нашу лодку игнорируют. Единственный прохожий, которому мы интересны – православный священник. Он осеняет лодку крестным знамением. Белый дом по левому борту с реки совсем не смотрится. Нам виден только верх стакана, увенчанный башней. Зато стоящий слева от Белого дома жилой сталинский дом с рекламой «Газпрома» на крыше и мартини на фасаде выглядит весьма внушительно. Теперь теплоходы проходят мимо каждые 10-15 минут. Большие суда, заметив резиновую лодку, почему-то резко меняют курс, прижимаясь к противоположному берегу. Наверное, у них инструкция такая. Под Новоарбатским мостом видим большую связку красных и белых воздушных шариков. Привязываем их к армии. Теперь это наши кранцы – амортизирующие предметы, крепимые на борту, чтобы он не царапался о причал. С шариками лодка становится заметнее, и прохожие чаще машут нам руками. Спорим, за кого нас принимают – за спасателей или за городских сумасшедших. Фотограф Армен замечает, что у нас на борту написано «Excursion». Вопросов нет. Мы – экскурсанты. Тем временем ветер, а он теперь встречный, усиливается. Грести становится все сложнее. Перед Киевским вокзалом лодка полностью останавливается. Мы гребем, но сила ветра равна силе наших весел. Лодку начинают отбрасывать назад. От Киевского вокзала к реке спускается лестница, маленькая пристань. Принимаем решение переждать шторм. Армен выходит на берег за завтраком. Когда он возвращается с двумя бутылками кефира, я замечаю то, что мерещилось мне с самого начала путешествия – катер речной милиции. Судорожно вспоминаю хоть одну из заранее придуманных легенд прикрытия, но милиционеры почему-то не обращают на нас внимания и проплывают мимо. Мы хотим за ними, но ветер не дает. Моряки в такой ситуации становятся на якорь, у нас его нет, зато за мостом из воды торчит ржавая железка. Налегаем на весла и привязываем к ней лодку. Выпиваем кефир, ложимся отдыхать. Армен заснул, я не решился. Утонуть во сне – это вообще смешно. А волны настоящие. Подбрасывают лодку, а сами разбиваются о быки моста на высоте человеческого роста. Лежим. Ветер не слабеет, ждать дальше бессмысленно. Решаем преодолеть Бережковскую набережную по суше. Не сдувая, несем лодку на руках, нас окликает таксист. Крепим лодку на крыше автомобиля, едем на Воробьевы горы. Автомобильный съезд с Воробьевых гор на Воробьевскую набережную перекрыт, однако мы проезжаем с разрешения местного ГИБДДшника. На лодку он внимания не обращает. Река – не его территория. Таксист берет 600 рублей и желает удачи. Мы снова на воде. Лодка идет очень быстро, ветер теперь попутный. Метромост и Андреевский мост проходим на такой скорости, что прохожие не успевают реагировать. Снова мимо проходит катер речной милиции, мы его уже не боимся. За Андреевским мостом по правому борту нескучный сад. Вдоль берега стоят скамейки, на каждой кто-нибудь сидит. Мужчина с газетой и велосипедом, пенсионерка, целующаяся парочка. Здесь уже каждый приветствует лодку, машет рукой, кричит что-нибудь. Лодка нравится москвичам, завидует. По левому борту Фрунзенская набережная. С реки ее видно всю. С берега, например, нельзя заметить, как много на набережной антикварных магазинов и как массивно здание главкомата Сухопутных войск. Теперь это миноборона главное. За главкоматом начинается ряд дебар-дебаркадеров, давно используемых в коммерческих целях. В крайнем японский ресторан и магазин дивана на Москва-реке. Покупать диваны в плавучем магазине, наверное, круто. На том, который от него через один, вывеска причал торпедных катеров. Но никаких катеров, конечно, там нет. В подвале или трюме этого поплавка находится неприлично дорогой бар в морском стиле. По правому борту статуи купальщицы, огромная девушка нависает над водой, как будто сейчас нырнет, начинается парк Горького. В парке, сегодня день пограничника, гуляют пьяные мужчины в зеленых фуражках. Лодку приветствуют очень эмоционально, и мы шарахаемся на середину реки, чтобы у пограничников не было соблазна прыгнуть в лодку, перевернув ее к чертовой матери. Впереди появляются храм Христа Спасителя и Петр Церетели. Скоро Кремль. Здесь мы в третий раз замечаем речную полицию. Похоже, на этот раз и они нас заметили, плывут прямо к нам. Из люка высовывается милиционер, спрашивает, что мы делаем в зоне оживленного садоходства. Говорит, что на лодках здесь нельзя, если мы не высадимся на берег, он конфискует лодку, а нас оштрафует. Причаливаем. Милиционер на катере достал мегафон и торопит, быстрее и быстрее лодку отберу. На причале в этот момент появляется другой милиционер. Сухопутный и не менее настойчиво требует продолжать движение по реке, потому что швартоваться в парке запрещено. Речной милиционер делает вид, что не замечает сухопутного, а тот ему отвечает полной взаимностью. Мы в растерянности. Спрашиваем у сухопутного милиционера, что делать. Он уходит советоваться, возвращается, говорит, что можно высаживаться, только нужно немедленно снять жилеты и сдуть лодку. Высаживаемся, снимаем, сдуваем. Шепотом договариваемся с Арменом найти чуть дальше новый спуск к воде, но тут замечаем, что в днище у нас огромная дыра. Порезали, видно, когда вытаскивали лодку на берег. Складываем лодку в сумку. Уныло поднимаемся с причала в парк. Милиционер окликает, клапан забыли, и размахивает чем-то маленьким и белым. А это не клапан, это круглая коробочка от фотопленки. Мы ее, чтобы в воду не выбрасывать, поставили в отверстие для удочек. С важным видом забираем коробочку и говорим милиционеру спасибо. Пусть думает, что помог хорошим людям, первопроходцам. Да, 2006 год. Ну, на самом деле, наверное, сейчас бы написал как-то веселее. Да, там еще фотографии даже есть. Ну, в общем, да, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я все комментарии читаю, на многие отвечаю. Ну, а если вам нечего сказать, ставьте прямой, простой, честный лайк. Эту статью тогда опубликовал журнал «Большой город». Теперь же свои новые свежие статьи я трижды в неделю публикую в телеграм-канале «Кашин Плюс». Он закрытый, он платный, но это не страшно. Подписка 5 евро в месяц, любая карта, российская, нероссийская. Простая и удобная ссылка на подписку прямо здесь, внизу, в описании того ролика, который вы сейчас смотрите. Также имейте в виду, что ежедневно в 9 вечера по Москве, на этом же YouTube-канале, на YouTube-канале «Олег Кашин», я провожу свои сольные классические авторские стримы. Вначале произношу краткую речь по итогам дня, потом долго и подробно отвечаю на все вопросы всех зрителей. Всегда остро, всегда интересно. Смотрите, и чтобы не пропустить, нажимайте на бубенчик, ну и подписывайтесь на мой YouTube-канал, YouTube-канал «Олег Кашин». Читайте меня, смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной и возвращайтесь. Я Олег Кашин. Всем спасибо, всем пока, всем до завтра.